Друзья, всем привет! Я приехал на остров Тао в Таиланде и несколько дней мы будем здесь прогуливаться, посещать пляжи, местные достопримечательности, ну и вообще расскажу вам про остров. Так что пойдемте на прогулку, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотреть на viewpoints всевозможные. Конечно, лучше арендовать здесь байк, но сегодня мы прогуляемся пешком. Вообще, в этом году что-то многовато здесь туристов. Когда я приезжал в 19-м, перед ковидом, практически никого не было на острове. Да, жизнь. Тут никаких тебе не дорожек для пешеходов, ничего. Просто идешь по улице, по дороге, все тебя объезжают. Идем в джунгли. А вот здесь, походу, произошла какая-то авария. Серьезная. И мотик остался здесь. Ну как здесь можно было так его врезаться на нем? Вроде все медленно ездят. Эта дорога не такая оживленная. Значит, что я вам хочу рассказать про остров Тау. Самая основная изюминка этого острова, это три рядом расположенных острова, которые соединены между собой песчаной косой. Мы как-нибудь на них съездим. Но сейчас мы их просто с обзорной точки посмотрим, как они выглядят со стороны. Но это будет точно красиво. А вторая фишка этого острова то, что он небольшой. Его фактически можно, если на байке, за один день весь объехать. Ну, конечно, так обзорно, так скажем. И расстояние здесь не очень большие. А также из-за того, что он удален достаточно от материка, сюда немногие ездят туристы. Гораздо популярнее остров Самуи, который здесь находится где-то в часе поезды на скоростной лодке. Типичная жизнь островитян. Я вот не пойму, это стиранное белье или это на продажу? А, это прачечная такая. Да, вон. Прачечная аренда. Байка. Газолин. Вот эта проблема мусора на островах. Она везде существует. Но пластик здесь собирают. И куда-то его потом девают. А вот куда девают мусор, неизвестно. А вот это какие-то заготовки для бамбука. Из бамбука здесь лежат. Так, мы поднимаемся в гору. Где-то около тридцати пяти метров здесь подъем. Сейчас самая жара. Час дня. Но нормально все. Вот так выглядит контроль электроэнергии. На улице прям счетчики висят на столбе. И, кстати, здесь провода. Заметили, что на острове поаккуратней висят, чем обычно. Плюс еще стоят сотовые вышки. И связь, видимо, есть на всем острове. Потому что остров небольшой. Я думаю, что везде они должны доставать. Но пока мы еще не проверяли, проверим, есть ли связь на всех удаленных местах острова. А вот, ребятки, вот та гора, которая впереди, это уже другой остров. Сейчас мы идем по берегу, чтобы прийти на смотровую. Еще здесь где-то метров пятьсот. Вот и будет шикарный вид. А здесь что-то вот, какой-то экскаватор стоит. Видимо, какой-то будут еще тут отель делать или площадку под кафе. В общем, пришли мы сюда на видовую площадку. А здесь полностью ремонт. И нас на территорию отеля почему-то не пускают. Сам отель здесь. И он там находится вне половинки. Короче, уже вспотели. Пойдем на другую площадку. Здесь 200 метров подъем в гору. Резкий на протяжении одного километра. При въезде на эту дорогу стоит движение байкам запрещено. И вот такой вот здесь подъем. Сейчас встретили туристов. Говорят, что спускаться даже тяжелее, чем подниматься. А вот отсюда уже немножко видно те острова, которые мы идем смотреть. Дорога уже идет круто. Поднялись из 200 метров только 70 где-то. 130 еще подъем. Я уже снял футболку. Нереально жарко. Тут вопрос не подготовки. Все равно просто сам по себе подъем очень крутой. Сразу резко поднимается. Вот чтобы было понятно, это вот такие подъемы здесь. Сразу как на пятиэтажку поднялся за раз. Ну что, ребят, никак не можем подняться. Реально вот такие подъемы. Сразу как будто на пятиэтажку поднимаешься. Но только не по лестнице, как мы привыкли, а по пожарной лестнице вверх. Может быть на видео это так не видно, насколько здесь круто. Но вот чтобы было понятно, здесь где-то 300 метров и на 300 метров 70 метров подъема. Нам предстоит вот туда на гору подняться, где деревья растут. Байкам здесь уже запрещено ездить. Как быстро плывут облака. А мы всего лишь поднялись на 200 метров от уровня моря. Ну что, ребят, вот он свет в конце тоннеля. Вижу на скале зонтики. Видимо там видовая точка. Но все-таки кто-то сюда на байке местный заехал. Значит можно проехать, если хорошо на байке сидишь. Может здесь купим что-нибудь холодненького попить. Топ-поинт. Amazing view. Короче, выяснилось, что чтобы подняться на ту площадку, надо заплатить 100 бат в человек. А, за двоих 100 бат? За двоих 100 бат. Мы решили поискать другие точки обзора. По карте вот чуть-чуть, теперь вниз надо спуститься. И там будет еще одна точка. Надеюсь она бесплатная. Вот здесь еще одна обзорная точка. Вот так вот лучше видно. Здесь обзорная точка. Вон туда можно залезть. Ребята, там залезли на скалу. Сейчас пойдем, посмотрим оттуда вид. Ну что, ребят, вот я максимально приблизил. С увеличением два раза на моей камере. Вот такое шикарное местечко здесь. Шикарный вид сразу на три острова. Сложное у них название, короче. Рядом с островом Тау. Посмотрите на карте. Есть кому интересно. Получается слева небольшой остров. Посредине самый маленький. Вот здесь. И справа большой. Чтобы посетить остров, нужно тоже заплатить денежки. Ну что, ребят, полюбовавшись там немножко видами, продолжаем наш путь в центр острова через джунгли. Исследуем дальше остров. Где здесь что можно посмотреть. Интересные места. Не переключайтесь, мы еще куда-нибудь сегодня дойдем. Вот такие идем мы, значит, здесь одни в джунглях. Только слышно где-то по кустам. Периодически кто-то лазит. Я так подозреваю, что это обезьяны. Но пока их еще не видел. Ребят, классная жизнь в тропиках. Сейчас получается третье. А не, у нас сегодня четвертое января. Вот за бортом 28 градусов. Написано ощущается как 32. Из-за того, что влажность достаточно большая. Фух, хорошо. Вот сейчас солнышко чуть-чуть зашло за тучки. Заблачка. Вообще погода кайф. А вот на солнце, конечно, жарковато. Но в тени прям самое то. Хороший климат здесь. Очень хороший для зимовки. По сравнению с Россией. Маша, тебе нравится здесь климат? А сколько сегодня погода в Якутске? Сейчас покажу. А, нет. Вчера сколько было? Пополодало. 45 примерно было. А так на Новый год теплело. 25. Минус 25 было. А, 25. 50 градусов разница. Больше чем 50 градусов. И это еще потеплело в Якутске. Вот наткнулись на какую-то хижину в джунглях. По-моему, она заброшена. Ой, здесь, в принципе, нужно было отель не снимать, да? А в этой хижине расположиться. Еще, крыша есть? Какое-нибудь одеяло на варганить. Вода здесь есть. Путевая даже. Странно, почему она заброшена. Непонятно. И вот такой здесь вид. Ну, в общем, пойдем мы дальше исследовать остров. Хижина интересная. Но не совсем понятно, кто здесь и для чего ее построил. Потому что для туристической зоны она не дотягивает. Местные тоже вроде как будто здесь не часто живут. Так, вот здесь смотровая. Указатель. А здесь местные жители, видимо, живут. Петушков разводят. Вот это, получается, самая высокая точка острова Тауа. 346 метров над уровнем моря. Вот туда. Мы уже на уровне где-то 300 метров. Так что нам совсем немножко осталось подняться. А вон там тоже на горе петухи. Походу, это все местные здесь с этого двора просто убежали далеко. А сейчас увидели, что мы идем и решили вернуться домой на базу. Но немножко петушатся. Вот свина. Оказывается, здесь можно было подняться на моторолю. А, это с другой стороны. Да, с другой стороны. Так, 100 бат человек. Посмотрим. И взяли кока-колу за 100 рублей. Пойдем наслаждаться видом. Ну что, ребята, вот мы и поднялись на самую высокую точку острова. Почти 450 метров над уровнем моря. Лучший вид на северо... Какую у нас? Северо-восточную часть острова. Лучший вид на северо-восточную часть острова. Здесь, получается, 300 с небольшим метров мы перевалили. Остановились. В отеле мы внизу. В районе вот этого пляжа. Сюда, наверное, порядка 5 километров поднимались. Обратно хотим спуститься по другому склону. И, может быть, мы попадем на ту сторону острова. На Манго Бич. Вот такой вот здесь песик. А там вот такой шикарный котяра. Тайский кот. Привет, тайский кот. Так, ну а мы на сегодня находились. Нам предстоит обратная дорога порядка 4 километров на спуск. Вот, если что-то будет еще интересное, я по дороге сниму. А так, всем до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok